Давайте начнем эту работу. Тематика нашего круглого стола – механизмы развития общественной инфраструктуры в условиях кризиса. Меня зовут Сиваев Сергей, я являюсь управляющим директором, главным экономистом Федерального центра проектного финансирования группы ВЭБ. И, собственно, этой проблематикой и я, и организация, которую я здесь представляю, занимается достаточно давно. И я очень рад, что мне предоставлена возможность вести наш круглый стол. Вообще, мы говорили о том, что проблема, связанная с тем, чтобы Дальний Восток развивался, и чтобы люди хотели оставаться на Дальнем Востоке, – это проблема, связанная с комфортностью проживания. На самом деле, на мой взгляд, совершенно очевидно, что комфортность проживания – это еще очень значимый фактор комфортности, это цена проживания, значит, та вещь, которая чрезвычайно важна. Вообще, одно из завоеваний советской власти – это высокий уровень благоустройства нашего жилья и относительно высокий уровень обеспеченности общественной инфраструктуры наших городов. Но проблема стоит в том, что за последние годы, собственно, всегда так исторически было, что сам процесс эксплуатации этой инфраструктуры, ее воспроизводство, модернизация – это всегда был вопрос второго плана. И вот сейчас у нас стоит серьезная угроза, связанная с тем, что инфраструктура изношена. Инфраструктура еще относительно надежна в силу того, что строилось с запасом, но инфраструктура, которая не обеспечивает сегодняшний уровень комфортно, инфраструктура, которая энергозатратная и в конечном счете просто дорогая. И для Дальнего Востока стоимость содержания инфраструктуры, банальная стоимость предоставляемых коммунальных услуг, в частности отопления, это достаточно серьезные и важные параметры, которые превышают среднероссийские, по понятным технологическим причинам в общем случае, потому что если больше европейская часть России работает на относительно дешевом газе, то здесь энергоресурсы производятся совсем по другим технологиям. Тот проект, который меня лично интересует, я провел уже в Хабаровске сейчас 4 дня и занимался проектом, который, на мой взгляд, является таким масштабным и значимым системным для Дальнего Востока. Я тогда сразу небольшое короткое сообщение сделаю в качестве вводного слова, а потом буду меньше говорить, надеюсь. Чем я занимался? Вы, наверное, дальневосточники знают, что есть достаточно большое количество удаленных населенных пунктов на Дальнем Востоке, где нет вообще централизованного электроснабжения. Здесь работает дизельная генерация, мазутная дизельная генерация, и стоимость электроэнергии в таких станциях от 20 до 60 рублей. В Охотске, которым я занимался, это 23 рубля, а в Якутской республике есть и 50 и выше рублей. После этого, понятно, либо население, тарифы заливаются бюджетом для населения, значит, если тарифы в полной мере, то никакая нормальная экономика там не работает, вот, бизнес становится просто дорогой. Варианты есть два, либо залить бюджетом, вот так это происходит сейчас в Хабаровске, в Хабаровском крае, в частности, в Охотском районе, в Якутии это все заливается в общий котел, там и бюджетом заливает, и выравнивают тарифы за счет кроссфинансирования разных территорий. Вот, мне кажется, есть технологии сегодня, которые позволяют вообще внедрять когенерационные схемы производства тепла и энергии с большой вариацией по нагрузкам, по теплу и по электроэнергии, достаточно эффективные, которые переномо разменяют ситуацию. После этого, значит, реальность стоимости гигакалорий, там порядка 2000 рублей киловатта, порядка 5-6 рублей. Другая экономика, другая среда для обитания. Что еще принципиально важно? Это тот редкий проект, который сейчас можно окупить за счет просто сокращения операционных издержек. Вот сегодняшние мазутные издержки вот такие. Если мы ставим новую технологию, значит, мы можем окупить этот проект достаточно быстро, в разумные сроки с точки зрения критования, там порядка 5-7 лет, с приличной доходностью даже при сегодняшних ставках. Вот это примерно, в мой взгляд, очень важно. И таких населенных пунктов, значит, я уже сказал, вот по нашим подсчетам больше 100. Есть еще Крайний Север, где еще там, значит, приблизительно столько же можно собирать. Вот. Конечно, это проект не для большого города. Вот. Конечно, это только частный случай, но это частный случай, который может, вот если у нас таких частных случаев будет коллекция, у нас будут хорошие подвижки, хорошие ритмы, хорошие возможности для качественных ситуаций. Когда мы говорим о кризисе, сразу, значит, базовая вещь кризиса – это ограничение бюджетных возможностей, то, о чем вы, собственно, уже вспоминали, значит, на пленарном сессии, что много желаний, много хотелок, а реальных возможностей становится гораздо меньше. Есть еще очень серьезные политические ограничения и социально-экономические ограничения. Если мы говорим, опять-таки, об инфраструктуре коммунальной, например, то в силу политического очень часто ограничения на рост тарифов мы не можем окупить, можно окупить только частные инвестиции в формате государственного частного партнерства только через сокращение операционных издержек, потому что увеличить доходную базу за счет роста тарифов практически невозможно. Это резко ограничивает вообще поле, где можно играть. Вот есть проблемы Хабаровского водоканала, например, которые требуют серьезных капиталовложений, которые не окупаются за счет сокращения издержек. И это проблема, которую в формате такого проектно-финансирования в формате ГЧП без изменения тарифов просто решить невозможно, и поэтому он не решается. Поэтому нужно, кстати, другие пути. А вот такие истории, как ликвидация дизельной электрогенерации путем замены на когенерацию с использованием местных источников топлива, это те вещи, которые можно решать сегодня и нужно решать в кризисный момент. Я думаю, что это будет... Я когда готовил состав выступающих, уже зная достаточно... Может, не достаточно, но все-таки зная, имея стартовую информацию, о ситуации на Дальнем Востоке, в частности, в Хабаровском крае, я акцентировал свое внимание и приглашал выступающих, которые будут акцентировать внимание на проблемах а. энергообеспеченности и возможности удешевления стоимости энергоресурсов, и б. энергоэффективности. Потому что у этой медали есть две стороны, да? Значит, нужно думать о том, чтобы комфортная жизнь была еще относительно дешевой жизни. Нужно думать, с одной стороны, о эффективных источниках энергии, и, с другой стороны, эффективным ее потреблением. Мы много говорим в последнее время о энергосервисах, значит, о том, что это инструмент, который позволяет экономить и наши деньги, бюджетные деньги, но позитивных историй тут не так много. Сегодня мы услышим, я думаю, что удивительную историю, успешную историю развития энергосервисов в Якутии, и, мне кажется, это тоже тот очень серьезный драйвер, который имеет значение для Дальнего Востока по двум причинам. А. Дорогая энергия. Когда есть дорогая энергия, это значит, есть что экономить. И. Б. Все-таки это крайне самые теплые. Большое количество, что называется, градусов сутков. Поэтому потенциал для энергоэффективности здесь выше, чем среднероссийский. Ну вот, наша базовая задача – обсудить, какие подвижки, какие шаги мы можем подпринимать с точки зрения развития инфраструктуры, общественной инфраструктуры в широком контексте, может быть, акцентируясь в первую очередь на энергетической инфраструктуре, как, на мой взгляд, ключевом звене сейчас для обеспечения устойчивого развития территорий Дальнего Востока и городов Дальнего Востока. И с удовольствием хочу предословить слово Санкт-Петербурге. С просьбой, опять-таки, помещаться. Спасибо. Что мы регламентируем? Десять минут. О, достаточно. Хочу сказать, что и город эту тему волнует, хотя, может быть, больше вы остановили внимание на энергетике отдаленных регионов. Решая вопрос экономии, прежде всего, финансовых ресурсов, мы за эти годы в городе закрыли практически 17 котельных, которые работали на различных видах топлива. Но стали появляться котельные на газовом топливе, которые тоже в значительной мере накладывают нагрузку на бюджет. Поэтому, конечно, основная модель теплоэнергообеспечения города – это централизованная модель. В то же время мы в значительной мере используем инвестиционные проекты и программы развития. В том числе, если по социальной сфере, то реализация ряда конституционных соглашений по ряду социальных объектов. Естественно, используем возможности лизинга и финансирования через лизинг на развитие. Ну и, безусловно, новые нетрадиционные формы топливных ресурсов. Конечно, прежде всего, для того, чтобы с ними выйти на рынок. Конечно, в этом отношении должна работать какая-то экономическая цепочка последовательная. В свое время, когда централизована была переработка леса или лесозаготовки, также централизованно работали с отходами леса, обеспечивая их сбор. Кое-где технологий не было, это проходило просто утилизация или уничтожение. А сегодня масса европейских потребителей живет на брикетном топливе. Это же напилка. Да, я говорю, на брикетированном топливе, который из отходов леса всех видов. Там и листва, и хвоя, и абсолютно все. И сегодня эта альтернатива вполне возможна. Мы такую альтернативу запускаем на полигон по переработке мусора, куда южнокорейская компания ЛС изъявила желание встать, чтобы принимать, пропускать прибывающий туда мусорный поток с целью извлечения из него всего возможного к горению. К горению возможно все, что отжато, выжато с мусорной свалки. И большой объем потери электроэнергии, прежде всего и разогрев, уходит на то, чтобы вот сжиженный весь мусор, чаще вот на мусоросжигающих станциях, чаще всего большой объем электроэнергии или мазутного топлива тратится на это. Программы частного муниципального партнерства очень большой нам дали тут в этом плане толчок. Мы ряд программ с 2003 года, когда слово муниципально-частное или государственно-частное партнерство еще и не употреблялось. Практически используя ресурс земли, ресурс своего имущества, мы привлекали инвесторов. И вот к таким проектам, в том числе это и проекты, которые создавали возможности производства строительных материалов вот в позапрошлом году, ряд сдали муниципальных объектов, это кирпичный завод, завод теплостенных блоковых материалов, где переходя с жидкого на газовое топливо мы получили значительный экономический эффект. Но думаем, что здесь тоже будем работать над тем, чтобы использовать отвод температуры, создаваемой при производстве, для полезных целей. Это возможно тепличное хозяйство создать, это возможно, чтобы этот ресурс по обратной схеме услуги обеспечивал по горячей воде этих же бытовых структур и производств. Ну, естественно, в этих целях были созданы специальные структуры в городе, управление инвестиционных программ, значит, и другие структуры строительного комплекса, их всего у нас пять, они как раз работают на развитие. В общем-то, результат частного муниципального партнерства и задач по бережному экономному расходованию теплоэнергетических ресурсов позволил выйти на то, что мы в городе освобождаем средства и вкладываем вместе с частным бизнесом примерно от 40 до 50 совместных объектов, прежде всего, конечно, социальные сферы, но и частично производственные. Потребление в структурах муниципальных огромное. Вы упоминали горводоканал. Я добавлю, что мы сохранили управление всем видом ресурсов, который в городе был дореформенный. Это городские электрические сети, тепловые сети, система горводоканала. И, естественно, вот с этими структурами стояла задача, чтобы максимально сократить потери и выйти на более дешевый тариф. Развитие, возможно, вы правильно подчеркнули, двумя путями. Первый путь, и оба законом прописаны. Первый путь, когда все участвуют через тариф. Ну, к сожалению, тариф – это политическая составляющая, довольно серьезная политическая составляющая. Поэтому рост 6% никогда не позволит заниматься развитием. Поэтому приходится находить какие-то другие пути. Ну и вопросы развития через плату за подключение, он тоже вообще-то не устраивает бизнес сообщества. Потому что ресурс может быть дешевле, чем на северных территориях, но гораздо дороже, чем в структурах, таких же структурах бизнеса, которые работают на Западе. Поэтому, конечно, энергетическая составляющая, это, в общем-то, довольно серьезно влияет на бизнес в плане создания и развития производства. Вот даже, допустим, вот кирпичный завод, завод теплостенных блоков, первых полтора года работал в убыток, пока не вышел на… Ну, во-первых, почему? Потому что мы тоже, поддерживая строительный комплекс, сбили цену на рынке с 12 рублей кирпич на 7 рублей. И постепенно, в общем-то, потребитель, когда перешел, завод стал прибыльным, окупаемым. То есть, ну, механизмы практически здесь одни и те же, и механизмы эти абсолютно понятны. Мы продолжаем работать над модернизационными проектами, которые могли бы здесь привлечь вот инвесторов, кроме компании ОВС. В этом отношении готовим сейчас рядом на земельном участке, который нами уже сформирован, это там, где у нас вот кирпичный завод, теплостенный завод, территория по производству сжиженного газа из объемов подаваемого газа по трубе. И это тоже позволит более широко использовать возможности замены жидкого топлива на газовый, при, конечно, хорошей соответствующей логистике, которые смогут пользоваться, ну, даже какие-то отдаленные территории. Здесь этот… для нас мы этот, в общем-то, путь тоже стараемся изучить, что он будет делать. Поэтому вот переработка отходов – это первое. К ним я отнесу созданные вот предприятия с нашей помощью бизнеса. Это переработка пластикового «Лорен», значит, кроме этого переработка резиновых отходов. Прежде всего, это больше экологический проект. Он на топливную составляющую он никаким образом, конечно, не влияет. И вот думаю, что еще одна форма – это некоммерческое партнерство в жилищном хозяйстве. Потому что если в коммунальном мы над ним работаем, то в жилищном хозяйстве совместно с работающими на рынках и управляющими компаниями здесь нам многое предстоит сделать. Ну, естественно, хотелось бы, конечно, чтобы законодательные механизмы были и в руках муниципальной власти. Но здесь, наверное, иногда правильно подчеркивают, говорят, что не каждый муниципалитет, даже при наличии законов, в состоянии организовывать и производство, и экономику. Чаще работают в рамках тех полномочий, которые есть. Но работая за рамками полномочий тоже не запрещается. И сегодня развивать экономику… Можно то, что не запрещено. Да, да. Можно заниматься и развивать. Ну, и здесь, конечно, нам вот самый больной вопрос – это потеря энергоресурсов в малоблагоустроенном жилом фонде, где очень часто заканчивается большим расходом электроэнергии, неучтенным, воровством и так далее. Поэтому здесь перед нами комплекс вопросов. Мы вчера обсуждали, каким образом нам дальше работать с планом стратегического развития. Эти вопросы тоже заложены. Это огромный комплекс вопросов. Спасибо большое. У меня на самом деле есть вопрос. Мы с Максим Александровичем, наверное, полгода назад его поднимали. Я знаю, что вопрос, не знаю, может, уже закрыт. Есть новый микрорайон, значит, есть ТЭЦ с избытком тепловой энергии, и нет магистральной трубы в этот микрорайон. Да, есть такое дело. Это наше, значит… Давайте обсудим, что с этим делать, потому что, может быть, за пределами этой конференции. Потому что, на самом деле, это, мне кажется, вот, насколько я понимаю эту историю, это достаточно привлекательный инвестиционный проект, потому что здесь дополнительный сбыт тепловой энергии, тормовой, по существу от ТЭЦ. Что мешает Гурду его реализовать сейчас? Ну, наверное, тут нам нужно говорить о совместных действиях, совместно с Краем, значит, рядом с вами министр. Мы эту заботу не спихиваем друг на друга, а стараемся эту заботу решать вместе и ищем пути. Первый путь, конечно, неплохо было бы найти инвестора. Он сейчас появился. Это та же компания, о которой я говорил, ЛС. Ну, к сожалению, пока они мало осведомлены, и когда поглубже войдут в экономику этой ситуации, ну, может получиться так, что, значит, вот Дарья Викторович эту ситуацию знает хорошо. Может получиться, что нам придется идти на вариант недорогостоящей тепломагистрали, а на развитие газовых котельных при гарантиях, конечно, газовой компании о том, что они будут работать в рамках установленного для общей сети теплопотребления тариф. Если это будет... АТЭС будет на градильных. Мы с удовольствием. АТЭС везде работает на градильных. Конечно, всем бы хотелось, чтобы избыточное тепло градильных шло в дело. Ну, к сожалению, эти технологии... Нет, я, конечно, вопрос непростой. Поэтому общий объем затрат, если я там не ошибаюсь, значит, Дарья Викторович, у нас там где-то за 2,9 миллиарда рублей. Такие деньги для... даже если объединим мы усилия бюджетов, они не... Нет, это, конечно, не бюджетная задача. Поэтому, конечно, мы что сделали для комплексного развития той территории? Первое. Мы закрыли многолетнюю действующую, мощнейшую городскую свалку. Она создавала, если брать по нормативам радиус, значит, километра, а если брать без норматива, по замерам, то она создавала практически на всю зону этой застройки. Конечно. Особенно при розе ветров в сторону жилого массива. Ну и многое другое. Мы ее удачно ликвидировали и практически заканчиваем там работы. По ее полному... Уже там, по сути дела, дренажный состав работает, уже закрыт грунт и все. Эта территория сегодня стала привлекательной. Второй путь. Мы набираем весь объем инвесторов, который способен выйти с застройкой на эту территорию с целью распределить финансовую нагрузку и долевым участием построить эту теплотрассу. К сожалению, другой альтернативы в городе нет. Нетрадиционные источники тепловой энергии или электрической для городского объема потребления они не будут. Это для микропотребления они где-то могут работать. Спасибо огромное. Нам нужно идти дальше. И я хочу предоставить слово Андрею Игоревичу Федосюку с, я так понимаю, сообщением об опыте кредитования проектов, связанных с общественной инфраструктурой. Так, приблизительно, потому что темы сообщения у меня нет. Поэтому вот... В этом году у форума такой воодушевляющий девиз «Города и территории завтра инструментарий позитивных перемен». Вот видением, нашим видением в отношении этих позитивных перемен хотел бы с вами поделиться. За последний год было принято много изменений в законодательство. Готовятся новые изменения, позволяющие нашим клиентам шире смотреть на объекты инвестирования и возможности привлечения финансирования. В апреле этого года вступил в силу федерального закона о территориях, опережающего развитие на Дальнем Востоке и в моногородах. Это очень актуально для региона. Такое системное изменение по развитию целого федерального округа позволит многим инвесторам обратить свое внимание на реализацию проектов не в центральной полосе России, а именно здесь, на Дальнем Востоке. Конечно, любое развитие территории, вне зависимости от того, оно переезжающее или нет, требует колоссальных вложений в инфраструктуру, создания комфортных условий для проживания местного населения, прибывающих специалистов, членов их семей. Все эти заботы ложатся на плечи руководства субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. И тут мы, как банк, и помогаем, и готовы далее помогать, поддерживать проекты в сфере государственно-частного партнерства по строительству дорог, дорожной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной инфраструктуры и здравоохранения. В этом направлении мы активно работаем и реализуем проекты в Северо-Западном федеральном округе, в Республике Удмуртия, в Поволжском федеральном округе. Есть позитивный опыт работы в сфере ЖКХ в Республике Саха-Якутия. Отдельно хочу отметить усилия Центрального банка по стремлению внести очень важные и нужные на сегодняшний день изменения в концессионное законодательство, а именно включение в перечень разрешенных объектов овощехранилищ и зернохранилищ для поддержки импортозамещения продуктов питания и снижения волатильности цен. Я знаю, что вопрос сохранности продуктов питания очень актуален для регионов Дальнего Востока. Такие проекты сейчас реализуются в Подмосковье, и надеюсь, что в ближайшее время мы увидим инициацию подобных проектов на территории Хабаровского края и в других регионах Дальневосточного федерального округа. Такие проекты особенно актуальны для Дальнего Востока. Климат суровый, сельскохозяйство развивается динамично. При этом построить большой, дорогостоящий, высокотехнологичный объект объекту малого или среднего предпринимательства, фермерскому хозяйству в одиночку практически невозможно, да и не целесообразно. И здесь мы совместно с региональными властями готовы участвовать в реализации таких проектов, понятно, при внесении соответствующих изменений в федеральный закон о концессиях. Также хочу отметить еще одно позитивное изменение в законодательстве о концессиях – это введение заявительного порядка при заключении концессионного соглашения. Если посмотреть на классическую ситуацию для российской действительности, есть конкретный инвестор, субъект Российской Федерации и, соответственно, прохождение всех кругов конкурсных процедур, чтобы данный инвестор пришел, заявился. Потом была практика признания конкурса несостоявшимся и, соответственно, по прошествии длительного периода времени тот инвестор, который был заинтересован в реализации этого проекта, становился полноправным его участником, что, соответственно, затягивало процедуры на год-два. Надеемся, что реализация такого заявительного порядка позволит в ближайшей перспективе создать эффективный механизм для привлечения инвесторов для развития территории, опережающего развития и, соответственно, существенно сократит сроки отбора инвесторов и, соответственно, сроки начала, старта самих проектов. Инвесторам, строящим крупные продуктные мощности, может быть выгодно на принципах государственно-частного партнерства осуществлять строительство всех коммуникаций к своим предприятиям. При этом они могут быть уверены, что пока завод стоит, пока производится и реализуется продукция, эти коммуникации будут востребованы. Безусловно, это сопряженные и проекты, и риски по ним также сопряжены. Мы, как банк, финансирующий инфраструктурные проекты, стремимся поддерживать не только с такими, скажем так, классическими инфраструктурными темами дорожного строительства, но и с направлениями будущего. Мы активно интересуемся и анализируем проекты государственного частного партнерства по созданию информационных систем энергосбережения, дорожного движения и других элементов, реализуемых в концепции так называемой «умный гор». Безусловно, мы стремимся поддерживать высокоэффективность с точки зрения технологий проекта, так как нам это дает уверенность в том, что на периоде инвестирования и возврата инвестиций, это составляет порядка 10-12 лет. Та технология, которая была реализована, финансируемая нами в проекте, она не устареет морально, и, соответственно, успех проекта будет обеспечен. И в заключении хотелось бы отметить, что существует серьезный на данный момент барьер для привлечения массовых инвестиций в тему жилищно-коммунального хозяйства, то, с чем мы сталкиваемся на конкретных кейсах, которые рассматриваем совместно с нашими клиентами. В текущем моменте, в нашем понимании, основным тормозом привлечения большого объема, массового объема инвестиций является отсутствие долгосрочных тарифов. В сфере ЖКХ, поскольку горизонт жизни инвестиционного проекта, и мы сейчас реально смотрим эти проекты, составляет 10-12 лет, а существующая практика тарифа образования, она ограничивается в лучшем случае трехлетним горизонтом. В лучшем случае. Безусловно, говорить серьезно о массовых инвестициях, об объемных инвестициях в эту отрасль, сейчас невозможно без решения вопроса о формировании долгосрочных тарифов. И такие примеры, очень позитивного использования долгосрочных тарифов, были в российской практике, в новейшей истории. Это так называемые договоры поставки мощности в электроэнергетике. Мы работали с игроками этого рынка, с генерирующими компаниями, которые реализовывали проекты по программе ДПМ, успешно реализовывали. И было видно, когда этот инструмент появился, насколько, что называется, решение было в тему, было в кассу, потому что реально были построены гигаватты новых генерирующих мощностей под гарантированный сбыт, под гарантированный денежный поток. Это вам часто не состоялся? А? Это вам часто не состоялся? Ну, что не сейчас, что будет. Но кем-нибудь и вы правы, конечно. Да, у нас, слава Богу, вот те кейсы, с которыми мы работали, они были успешны в этом смысле. Да, с точки зрения реализации самого проекта были определенные задержки, ну, поскольку строительно-монтажные работы, затем настройка оборудования не всегда проходила гладко, были сбои. Скажу честно, наши клиенты по полной программе платили штрафные санкции, но, понимая, что сейчас за работой турбины пойдет электричество на рынок и будет тариф, который обеспечивает возврат инвестиционной части, вот, для клиентов это было таким островком спокойствия, комфорта. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я все-таки эту тему очень прокомментирую, потому что она мне представляется очень важной. Ну, про электроэнергетику там, мне кажется, была просто очень серьезная проблема в нашем прогнозе по росту нагрузок. Был очень оптимистичный, ему не всегда оправдался. Но это бог с ним. Важнее вернуться к коммунальному сектору. Я хочу всех все-таки обнадежить, потому что, что касается долгозрочных тарифов, это не означает, что у нас климат сразу такой стал теплый, инвестиционный, что все замечательно. Но, тем не менее, базовое решение правовое, законодательное, связанное с изменением в рамках концессионного законодательства 115-го закона, говорит о том, о чем должно было с самого начала говорить. Сейчас концессия торгует ценой. Необходимые валы выручкой и в законе концессии написано, что в рамках конкурсной заявки вы подаете долгосрочные параметры тарифного регулирования, на основании которых потом в рамках концессии утверждается тариф. Только с учетом изменения неконтролируемых внешних параметров. То есть, мы в рамках конституционного соглашения можем, говорю можем, и даже говорю должны, по закону получать долгосрочный тариф на весь инвестиционный цикл. Пока не очень получается, потому что, как всегда, нормативка не догоняет и регулятор работает. Вот мы позавчера общался с краевым регулятором, все понимает, только нужно еще все-таки переписать приказы ФСТ, чтобы он руководствовался законом в данном случае, а не традиционными процедурами. Но решение правовое, законодательно на этот счет принято, и это окошко возможностей открывается. Оно не очень широкое по той причине, о которой мы уже здесь говорили, потому что оно ограничено ростом тарифов. Нужно иметь две вещи. Нужно иметь длинный тариф прогнозируемый, но еще нужно иметь инвестиционную емкость. Инвестиционная емкость определяется размером денег. Не только прогнозируемость, но и размером. Размер денег скромный, потому что прогнозировать рост тарифов мы пока тоже не можем. Скорее всего, держать тариф на сегодняшнем уровне еще не очень понятно, что делать с инфляцией. Но тем не менее, что принципиально важно, окошко инвестиционных возможностей через концессию есть. Есть еще всякие виды энергосервисных контрактов в коммунальном секторе, потому что у нас есть вторая опция, которую можно разыгрывать. В том случае, если у нас снизились операционные издержки не за счет тарифной выручки, этот эффект сохраняется в тарифе согласно нормативной базе в течение пяти лет. То есть мероприятия, которые мы проводим за счет привлеченных средств в формате, например, энергетикосервисного контракта, не должны изыматься от выгоды из тарифной выручки на протяжении пяти лет согласно нормативной базе. То есть окошки есть, их нужно разыгрывать. Я думаю, что здесь как раз взаимодействие с вами аргументированное доказательство, что у нас повысилась защита привлеченных средств. Это важный шаг. Манны небесной не будет, понятно. Но это прекрасно понимаем. Но те окошки, которые сегодня открываются, конечно, ими нужно уметь пользоваться. Поэтому я думаю, что мы как раз об этом говорим. И спасибо, что вы этим занимаетесь. Я думаю, что один из ведущих кредитной организаций, который, собственно... Ну да, Банк Москвы. Да. А? Да, конечно. Хотел бы поддержать мысль о том, что действительно надо принимать решения о долгосрочном тарифе, так же, как о долгосрочном бюджете. Только это не должно быть... Мы радовались, когда объявили о долгосрочном бюджете, хотя бы даже на три года. Но когда увидели, что там принято, прослезились, потому что посадили на самый минимум нормативов. Но даже это все равно лучше, чем ежегодная... Конечно, неопределенность. Неопределенность. Поэтому мы уже знаем, что у нас на ближайшие три года есть. И выстраиваем свою бюджетную политику именно так. Хотя при этом изъяли огромный объем доходов и, в общем-то, посадили на тот минимум, в котором мы уже третий год практически живем. Тариф надо... И тут никаких проблем практически вообще-то в стране нет. Надо принять решение, которое... Нет, да. Решение с 2016 года, согласно существующим всем решениям, тарифы должны быть трехлетние с переходом на пятилетние. Это вне зависимости от... Это для традиционно работающих... Для этого понадобилось 20 лет. Да, увы. К сожалению. Увы, да. Но, опять-таки, вы правы в том, что трехлетний тариф не решит проблемы, потому что инвестиционный цикл гораздо длиннее. Да, да, да. Ну, тем не менее, будут уже понимать... Ну да, то есть это все равно шансы в нужном направлении. Ну и нужно до конца разыгрывать возможности... Концессия тоже не панацея на все случаи жизни, значит, как пытаются представить иногда федеральные чиновники, но это тоже инструмент, которым нужно иметь пользу. Ну, у нас вот так вот даже смотреть, то 6%, то 11%, то опять 5%, и если бы он стабильно лег на 11%, уже энергетики могли бы что-то более прогнозировать. Прогнозируем. Да. Хорошо, спасибо. Мы движемся дальше, и я с удовольствием слово хочу предоставить Владимиру Владимировичу... Вот, я вот... Я прошу прощения, глава... Че-то столько хорошим мой знакомый, что да. Сыромятникову как раз с сообщением об, на мой взгляд, уникальном опыте по развитию энергосервисов, которые есть в Якутии. Пожалуйста. Добрый день. Ну, хотелось бы рассказать про свои контракты энергосервисов, которые мы реализуем на территории республики. Ну, спасибо. Наша компания свою деятельность начала с 2001 года с монтажа приборов учета и обслуживания по всей территории. У нас на обслуживании в 30 районах около более 600 приборов учета было. И благодаря этому у нас была достоверная информация с приборов учета тепловой энергии в будущих наших энергосервисных объектах. Первые энергосервисные контракты мы заключили в 2011 году. После принятия в 2009 году закона об энергосбережении мы очень сильно начали читать, вдумать, как можно реализовать энергосервисный контракт. Первый энергосервисный контракт у нас и до сих пор только с бюджетными исчердениями муниципальных районов. Хотя был, ну, закон был в 2009 году был принят, но под законных актов, как оказалось, было принято мало. То есть были определенные наши риски, бюджетный кодекс был на один год разрешен, но по мере продвижения наших контрактов и по мере времени это все разрешилось к нашему удивлению. Очень быстро, да. но давайте следующий вот до 2011 года мы ежегодно начали расширять свои энергосервисные контракты и на сегодняшний день у нас 104 бюджетных объекта 57 бюджетных учреждений в 4 районах республики. так давайте ну как должно быть мы занимались привлечением кредитных средств то есть мы сперва переговорили со всеми банками но понимание на сегодняшний день мы получили только в алмаз рген банки республиканский банк который представлен сегодня и в хабаровске кстати но под энергосервисные контракты мы на сегодняшний день уже получили 5 кредитов которые на 5 лет срок вот традиционная схема энергосервис в законе прописано три вида энергосервисных контрактов мы пошли по третьему пути это я думаю самый рискованный вид контракта но при правильном и планировании и более хороших результатах можно сэкономить много тепловой энергии и заработать в конечном итоге свои средства схему не будем на вот результаты энергосервисных контрактов на сегодняшний со всех объектов у нас среднее 33% что мы достигли это 35 тысяч геккалорий мы сэкономили и в рублях это 182 миллиона рублей но я хочу хотел бы остановиться вот последних наших проектах это проекты в нам ском районе где мы позапрошлого года реализуем комплексный энергосервис вот нам район он от города якутска 100 километров там нам компания теплооснабжающая она муниципальная муниципальной собственности и мы заключили теплооснабжающей компанией энергосервисный контракт и с объектами которые подключены нам дали дали два поселка мы заключили энергосервисный контракт от степлооснабжающей организации и подключенным к ним бюджетным учреждениям сделали вот на картинке утепление объектов установили энергосберегающие стеклопакеты автоматизацию внутренней системы отопления и проложили наружные сети подземной прокладки изолированной сделали автоматизированные газовые котельные полностью автономные без присутствия оператора сделали диспетчеризацию всего 12 котельных из них 5 построили 7 модернизировали и на данный момент офисе нам кому теплоэнерго стоит диспетчерская диспетчер может управлять или может контролировать работу котельных но могу сказать полностью об этом мы не будем надо давайте наверное остановимся чуть-чуть на экономике мы на на примере одного объекта мы пример вот на этот объект вложили 2 миллиона рублей и за период мы достигли 51 процент экономии и сегодня вот по апрель месяц мы получили 1 миллион рублей бюджетному учреждению 100 тысяч рублей осталось это разделение экономии и планируем также после ежегодного обследования планируем достичь экономии 65 70 процентов цифры вообще чувствуется фантастические цифры так он тихонько и скромно говорит 65 70 процентов экономии у нас у нас есть это конечно вообще характеристика бардака который там существует так между нами говоря но но это же это все проплачивалось да у нас есть один объект большая большая школа там где мы добились 65 процентов экономии благодаря благодаря полтора миллиона тонн нефтепродуктов ну вот на это 65 грелось холодно климат пытался изменить все ленское пароходство и до сих пор работает появился сыромятников которые пытаются лишить работы по пусту ну ничего будет что то другое лес туристов да давайте дальше наверное вот бюджетный эффект при энергосбережении можем хотя бы удерживать потребление энергоресурсов ресурсов по финансированию ну как я сказал вот мы нас поддержала вот на сегодня наша наш банк алмаз эргенбанк и сегодня мы уже имеем пять кредитов под энергосервисные контракт вот остальные наши объекты где мы установили энергосберегающие стеклопакеты тепловая автоматика вот совместно с компанией данфос везде у нас стоят радиаторные термостаты блочные тепловые пункты автоматизированные тепловые пункты и по мере утепления объектов у нас автоматически сокращается потребление тепловой энергии вот цифры которые мы достигли это 39 процентов 53 процента 48 процентов экономии тепловой я просто подчеркиваю что это это результаты это не прогнозы это фактически полученные результаты да но тем тем не менее да есть такие вот я написал это как преодолимые препятствия но на сегодняшний день осталось там небольшое количество рисков которые до сих пор не решены это дважды на это сконцентрировали очень свое внимание это переход теплоснабжающих компаний на двуставочный тариф в 2012 году в конце 2012 года на 2013 год у нас компания губ жкх республиканская теплоснабжающая организация они приняли двуставочный тариф как раз на те районы где у нас реализуется энергосервисный контракт не все наверное знают двуставочные тарифы это когда платят абонентская плата потом за потребление уже абонентская плата вычитается поэтому мотивация к энергосервисному гораздо меньше и нам удалось убедить что наши проекты они успешны и наше правительство поддержала и первый раз отменили тариф двуставочный уже принятый во второй раз это вот в 2014 году в конце они не приняли следующего тоже была попытка принятия двуставочный тариф мы и так и так рассчитывали с министерствами с правительством считали как возможно механизм создать какой-то механизм чтобы предуставочном тарифе энергосервис работал но так и не нашли внятного такого механизма который бы не ущемлял интересы энергосервисных компаний вот поэтому было решено в этом году тоже не принимать двуставочный тариф но риски все равно остаются риск сокращения финансирования у нас изначально был уже частично решен в республике были распоряжения правительства постановления чтобы сохраняющие финансирование бюджетным учреждением на срок энергосервисного контракта то есть на сегодняшний день энергосервис бюджетные учреждения которые подписывают контракты они учитывают энергобазис заключенный по энергосервисным контрактам и сегодня вот в прошлом году теплооснабжающие организации не сократили объемы в договорах но финансирование все равно сохраняется дополнительно главы районов тоже издали свои распоряжения по сохранению для энергосервисных то есть по энергосервисным контрактам финансирования ну трудности существуют но как я сказал они пока преодолимы но хотелось бы чтоб еще вот один важный момент в прошлом году с принятием 44 федерального закона есть пункт по обеспечению энергосервисных контрактов то есть мы в прошлом году заключив этот пункт распространяется на энергосервисных да там отдельные правила не сделали не было сделано для энергосервисных контрактов поэтому влаживая свои средства то есть заключив контракт мы еще обеспечиваем свои контракты деньгами то есть у нас там лежат какая-то часть большая сумма и плюс вы не бюджетные деньги осваиваете свои же вкладываете еще и свои же страхуете тем самым глупость да бюджет мы обеспечение контрактов деньгами оплатили и плюс еще объекты за свой счет полностью финансирую энергосервисный контракт ну пока нету наверное упущение но пока ситуация такая осталась все спасибо огромное ну вот у меня на самом деле есть собственная практика запуска энергосервисных контрактов в бюджетном секторе в омске занимался образованием конечно в омске потенциал энергосбережения чуть поменьше чем в якутии там к сожалению не окупаются мероприятия связанные например с заменой оконных храм стекол окон и утеплением зданий просто потенциал другой вот но самая главная проблема с которой я столкнулся на собственном опыте что строго говоря это никому не нужно из тех людей кто представляет публичную власть вот поэтому значит вот отдел образования точно это было не нужно потому что они детей учат все хорошо значит связываться с такими непонятными вещами это на самом деле они отчасти правы потому что в общем то это не их забота но решение должны были принимать они тендерную документацию должны были готовить они в этой связи у меня просто вопрос Александр Николаевич и Дарья Викторович к вам значит потенциал я уверен что потенциал упускания 65% на 30-35% по энергосбережению в Хабаровском крае в Хабаровске есть ну вот в Хабаровске что с этим у вас может происходить как вы считаете в Хабаровске проекты которые есть железно показывают 40% экономии это перевод на использование энергосберегающих осветительных приборов это уличное освещение это не только это и внутреннее использование ну это копейки ну да ну тем не менее уличное оно что-то тянет вот эта экономия позволила модернизировать уличное освещение оно у нас за последние несколько лет стало другим одним из красивейших элементов городской среды следующее значит энергосбережение и перевод жилья на современный тепловой пункт практически 40% дает экономия везде да да совершенно правильно значит естественно энергосбережение в жилом фонде это серьезный резерв последние годы все строительство жилья в пределах 900 тысяч квадратных метров построено без приращивания мощностей в городе хотя уже в тот период значит дефицит тепла был и сегодня все это позволило без прироста тепловых мощностей практически миллион квадратных метров жилья вот международная практика сыромятникова показывает что локомотив этого дела это бюджетная организация бюджетные учреждения то есть вот там более жестко прописаны нормативные базы и более очевидно интерес это просто этой системой можно управлять ну например да есть вот энергосервисы сейчас в школах в больницах вот приведу пример на начальном этапе своей работы подготовка школы учебному году прихожу вот и просто ощущаю как в школе гуляет сквозняк и вообще-то без всяких систем вентиляции а просто существующие окна двери все остальное школа дышит значит энергоаудит показал что почти все школы покрыты красным цветом значит вот только это а что пришлось сделать сказать что дорогой уважаемый директор право заключать договоры у директора школы мы все сэкономленное оставим в школе через два года уже все было сэкономлено ну я не верю что директор школы может сэкономить если нет у вас своего сэромятникова потому что это все-таки это профессиональная задача конечно у нас программа энергосбережения довольно серьезная она работает есть стимулы ну и есть кому за этой программой смотреть директор а что по краю можно сказать ну на самом деле действительно вот те проблемы которые были обозначены значит они у нас имеются база для учреждений нормативная она сформирована действительно они могут при проведении энергосервисных мероприятий всю экономию себя оставлять на протяжении действия всего энергосервисного контракта вот локомотивом как вы сказали бюджетное учреждение конечно является но я хотел бы немножко дальше пойти все-таки в коммунальном секторе если брать по энергоемкости вот Александр Николаевич не сказал про компанию водоканал она на сегодняшний день на протяжении пяти лет снизила порядка на 35-40 процентов причем без потребления электроэнергии потребления я говорю про энергоемкость поэтому в каждом практически предприятии крупном программа есть она выполняется и достаточно интересные технологии современные значит используются ну я говорю про крупные предприятия здесь в принципе скажем как квалифицированный заемщик для любого банка они представляют определенный интерес по причине оборотных средств своих финансовой устойчивости значит по причине в том числе того что это является и муниципальные предприятия вот коллега обозначил о том что вот в республике Саха-Якутия есть ГУП да то есть это в принципе краевое предприятие по сути в Хабаровском крае ГУПа нет в отличие от того же Приморья в настоящее время естественно полномочий по обеспечению теплоснабжением электроснабжением субъектов нет я думаю что и у соседей наверное скоро организационная форма сменится но в чем я вижу основную проблему все таки основная проблема в понимании понимание потенциального инвестора тех рисков которые на сегодняшний день имеется в коммунальном комплексе в коммунальном хозяйстве это и коммерческие риски риски коммерческих потерь риски технологических потерь энергетических потерь и так далее и вот к сожалению у нас есть и положительная практика позитивная и непозитивная практика все отрицательно когда приходит компания которая скажем не специализируется на эксплуатации объектов а является компанией которая может привлечь ресурс она может финансовые ресурсы она может привлечь строительные ресурсы и так далее но не понимает именно в эксплуатации возникают проблемы как раз с этими рисками которые изначально не оцениваются данными компаниями есть положительные примеры когда также при проведении скажем энергоаудита полностью всей системы теплоснабжения в одном из населенных пунктов буквально в течение двух лет было порядка 15 котельных закрыто неэффективных вот и построено две эффективных котельных которые сегодня в принципе уже прошло три года практически все те средства которые вкладывались в этот проект они сегодня окупились то есть естественно поле деятельности огромное на сегодняшний день но как я уже значит обозначил и вы об этом тоже говорили то есть здесь в первую очередь должна быть четко обозначена мотивация то есть без мотивации этот процесс естественно не сдвинется и вы сказали да когда директор школы он скажем не совсем замотивирован этими вопросами вот Александр Николаевич замотивировал я тебе все деньги оставлю и значит и трать их куда хочешь даже после того как ты вернешь эти эти затраты по энергосервису поэтому мы намерены в ближайшее время оценка проведена по краевым учреждениям проведена действительно огромный потенциал значит огромный потенциал который имеется учитывая последние скажем явления кризисные естественно к этому вопросу особое внимание значит и правительство российской федерации на сегодняшний день тот инструментарий который есть по помощи в том числе и коммунальным организациям я имею ввиду 185-й федеральный закон открывает новое направление возможности получения финансирования как раз под государственно-частное партнерство базой которого являются все-таки концессионные соглашения на сегодняшний день поэтому мы заявки подготовили надеемся что в этом году этот процесс начнется федерация понимает что инвестор 100% вкладывая средства и видя такие риски о которых вы сказали то есть это долгосрочные параметры то есть долгосрочный тариф другие моменты значит и так далее он понимает эти вопросы все-таки федерация предлагает механизм компенсации части затрат начиная от подготовки конкурсных процедур проектно-сметной документации кончая самим строительством поэтому в комплексе федерация край муниципалитет и сами структуры которые скажем заинтересованы в этих вопросах это сами коммунальные предприятия которые не на один день как говорится пришли работать и перспективу свою в работе видят значит это вопрос начнет решаться единственное что есть ограничения то есть получение возможности получения этих средств это города не более 250 тысяч человек то есть у нас наши основные скажем города не попадают в эту программу но между тем будем двигаться в этом направлении ну я тут просто свое содействие готов предложить поскольку я являюсь чем предприятие фонда жкх ну если если такая возможность я скажем так анонсом сказал на самом деле фонд только утвердить новый порядок положения об отборе этих заявок должен буквально в течение месяца там там да пока сложная история потому что пока они только готовы субсидировать по документам процентную ставку нет нет как раз изменили они еще они ждут поставление правительства обещают подписать на 4 миллиарда но пока пока обещают ну и вас обещают наверно подпишут будем на это рассчитывать мы надеемся на это да ну и у меня еще один вопрос в этой связи все-таки к тем кто занимается производством энергосберегающего оборудования компании Донфос Алексей Вишельков да вот как вы оцениваете общую динамику значит реализации энергосберегающих мероприятий в вашей зоне ответственности на данный востоке в Хабаровске коллеги здравствуйте спасибо за предоставленное слово хочу подчеркнуть что применение энергосберегающего оборудования актуально не только в существующем жилом фонде но также и при строительстве нового жилья это в конечном итоге позволяет сэкономить тепловую энергию и как следствие средства при эксплуатации новых объектов это мы знаем это нам не надо рассказывать это я думаю что что касается что касается существующего жилого фонда вот Александр Николаевич сказал что внедрение автоматизированных тепловых пунктов позволяет снизить теплопотребление на 35-40 процентов и у меня такое предложение есть к обсуждению то есть программа капитальных ремонтов квартирных домов на уровне региональной власти включить в перечень видов работ устройство как раз автоматизированных тепловых пунктов вместо элеватора это тогда позволит это мероприятие позволит привлекать на федеральные деньги то есть на устройство тепловых пунктов ну я готов сразу откомментировать с точки зрения техники стопроцентно правильное предложение значит и сейчас закон жилищный кодекс капремонте так устроен что есть перечень федеральный там нет да есть возможность региона добавить свои мероприятия но регионы все боятся это делать по одной простой причине что это связано с теми деньгами с увеличением стоимости обязательного платежа на капитальный ремонт значит смело повела себе только Москва Хабаровский сколько сейчас капитальный ремонт народ платит рублей если в рублях в рублях да в рублях 4,2 в среднем 4,6 где-то а дома дома отличаются отличаются конечно кто как хочет жить нет нет обязательно платеж 4,6 да обязательно должен быть одинаковый для всех ну я просто в среднем по России порядка 6 рублей Москва сделала 15 вот и у Москвы есть шансы это вопрос финансовый к сожалению опять будет финансовый вопрос потому что взятие обязательства потом не выполнять ну ну вы правы что эту тему нужно поднимать Москва то жители Москвы так поддерживают в плане поддержки по жилищно-коммунальному хозяйству что нам остается только завидом ну с Москвой сейчас будет сложно потому что в Москве еще народ не платит должен платить с 1 июня и это будет большой сюрприз потому что уже это будет большой скандал да да это уже это уже сейчас на грани значит так что тут все не так все просто но вот в качестве примера то есть они захотели большее количество мероприятий и резко увеличили платеж посмотрим с точки неполитической определенный риск можно еще прокомментирую да по существу он был сумасшедший они фондом фондом ЖКХ Москва ни разу не пользовалась потому что она просто все заливала своими деньгами я хочу прокомментировать то то предложение которое было чтобы все коллеги понимали все таки мы выступаем за то чтобы люди платили осознанно платили осознанно сегодня у них есть возможность абсолютно любое мероприятие проплатить абсолютно любое в рамках вот этого перечня не в рамках самостоятельным решением конечно то есть когда люди осознанно принимают решение и понимают что это принесет те или иные результаты что они будут за тепло платить меньше за воду там значит за электроэнергию и так далее тогда они осознанно принимают решение об увеличении взноса и оплате вот когда еще раз повторяю осознанное решение и информационная политика ваша наша совместная политика что мы показываем вплоть до элементарного расчета что вы получите в конечном итоге если увеличите взнос на 3 рубля и выполните такие-то мероприятия вы получите вот такой результат и в конечном итоге для вашего семейного бюджета это вернется через 3 года или через 4 года вот при информационной массовой работе с населением я думаю что это даст наибольший эффект если просто включить перечень как коллеги сказали увеличить взнос и люди не будут понимать за что они платят естественно будет уровень оплаты небольшой я вам пример приведу у нас небольшая ставка да по капитальному ремонту в целом по краю но если взять по собираемости у нас собираемость самая высокая хотя мы начали собирать еще с прошлого года начали собирать с октября месяца некоторые субъекты до сих пор не начали эти деньги собирать поэтому там неизвестно какой будет результат мы в этом году уже начнем реальные капитальные ремонты выполнять поэтому я вот еще раз возвращаюсь к тому что когда человек платит осознанно понимая за что когда вся цепочка абсолютно прозрачна начиная от выбора подрядной организации подбору технологий чтобы они понимали да сегодня устаревшая технология по ремонту кровли там или заделки межпанельных швов а ему предлагается современная технология она может не дешевле а может такая же но эффект от нее совершенно другой люди понимают есть эффект от этого поэтому и будут платить спасибо здесь только можно у меня вопрос да которая в общем-то в общегосударственном масштабе должна пониматься что то жилье которое ветхое и даже более того конечно должна быть государственная поддержка в решении этого вопроса если этого не будет в этом жилье никто ничего и никогда не решит ну я вчера совершил пешеходную экскурсию прошелся по Хабаровску к сожалению замечательная главная улица но есть много двухэтажных у нас на окраинах более красивые есть места но не в этом дело в Ветхово жилья много много нужно законодательная возможность местной власти проводить градостроительную политику в запрете расширения города расползания вот сейчас мы об этом поговорим значит развития застроенных территорий конечно 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 иди вот тут сноси вот тут строй Москва это делала за свой счет практически или за счет инвесторов вы же помните 800 процентов платил инвестор 800 процентов за то чтобы попасть на точку застройки за то чтобы снести пятиэтажку 800 процентов я хотел спросить просто если ну вот дополнить если не будет перечня допустим какого-то вернее мероприятия внесены в перечень даже если все будет прозрачно то при проведении капремонта это этот вид мероприятий не будет делаться даже если мы объясним людям для чего увеличить взнос это не совсем так тут я просто есть два шага для того чтобы это сделать нужно не отдавать деньги региональному оператору сохранить их на спецсчете на спецсчете тогда на спецсчете значит если вы туда вкладываете больше чем обязательно взнос вы можете делать все что вы захотите если это больше чем обязательно взнос то есть такая норма есть другое дело что люди действительно ей не пользуются в силу энергности не знают Это на самом деле, я просто знаю практику термомодернизации стран Центральной Европы, высших социалистических. Это очень часто, основано на частной инициативе и как ядерная реакция. Один случай, два случая, как сарафан на радио. А потом это начинает эффект. У соседей получилось, и я хочу. Надо выйти из системы централизованного расчета. Нет, потому что, в общем, я думаю, что это политическое решение. Это ваша проблема, вы ее решаете. За исключением пятого жилья. Да, по ветхому жилью действительно сегодня решения нет. То есть в региональную программу это жилье не включено, капитального ремонта. Но тут насчет спецсчетов не соглашусь. Сегодня практически все решения по спецсчетам на 90% были приняты управляющими компаниями все-таки де-факто. Поэтому ТСЖ, да, соглашусь. Там где ТСЖ сегодня самостоятельно исполняют функцию управления. Если компания не может принять решение, это решение компетенции в общих собраниях собственников. Я де-факто говорю, де-факто. Мы видели эти протоколы и разговаривали с людьми. Поэтому тут… Нет, значит, это не те решения, потому что Москва все-таки… В нашем доме было собрание, на котором мы специально готовили чисто-чисто со всеми протоколами, чтобы потом никто не подкопался. Очень хорошо стало. Да, ну вот это все-таки может быть. То есть, понимаете… Так, мы все-таки двигаемся дальше. Вот мы сейчас заговорили о очень важной вещи, потому что, на самом деле, инфраструктура никому сама по себе не нужна. Инфраструктура – вещь вспомогательная, значит, та, которая обеспечивает нормальную жизнь города. И вот тема вообще «Как городу развиваться? Как связано городское пространство и инфраструктура?» – это как раз то сообщение, с которым сейчас выступит Ксения Макрушина. Я с большим удовольствием, Ксения, представляю вам слово. Мне кажется, это очень важная тема, которую мы часто просто не артикулируем. Спасибо большое, Сергей Борисович. Александр Николаевич, вчера провели сессию по поводу пространственно-экономического развития города по вопросам компактного интенсивного развития. Вот с представителями вашей администрации доложит обязательно господин Корзун о результатах. И вот основным выводом этой сессии было как раз то, что пространственное развитие города, то, насколько город компактен, является вот таким скрытым и очень важным ресурсом развития, повышения бюджетной эффективности, эффективности вложения средств в инфраструктуру и повышения общей ресурсоэффективности города. Ну, вот мое такое выступление будет, наверное, немножко выбиваться из конвы общей дискуссии. Я постараюсь вот как-то теоретически… Конвет, конвет. Конвет. Все, что специально так задумано, поэтому в конвет. Обрамить, да, может быть, она будет менее практикоориентированная, но больше вот такая философская. Просто я хочу немножко призвать вас подумать о неких других реалиях пространственного развития, как это связано с инфраструктурой. Ну, вот многие свои выступления по поводу города я начинаю вот с такого слайда, который город представляет как такой некий очень сложный организм, в котором существуют различные экосистемы, социальные, экономические, экологические. Экологические, политические. Их очень много. Они порождают вот такие операционные циклы потоков, ресурсов, отходов. И, естественно, эти циклы характеризуются своей эффективностью. Но все это лежит на основе пространственной ипостаси города, физической среды, физической оболочки. То, что нам видно непосредственно невороженным глазом. И, соответственно, мы очень часто упускаем тот момент, что как раз-таки параметры эффективности именно городской среды, городского пространства фундаментально определяют эффективность функционирования всего организма города и, в частности, использования ресурсов. Соответственно, это обосновывает необходимость заниматься системно вопросами территориального планирования, городского планирования и сознательной городской политики и политики инвестирования именно в городское развитие, инвестирование в городской хард. Харистоматийная картинка. Два города, Атланты и Барселона, одинаковое количество жителей, практически 3 миллиона человек. Но территория Атланты в 25 раз по своим размерам, по своему урбанистическому следу превышает территорию Барселоны. Я думаю, что несложно будет ответить на вопрос, какой город обладает более эффективным организмом. Где инвестиции в инфраструктуру себя больше оправдывают, где транспортная эффективность выше, где нам легче добраться с одной точки до другой, где нам не нужно прокладывать сети далеко, тянуть их, потом тратить огромное количество денег для того, чтобы поддерживать их, содержать, модернизировать. Я думаю, что это очень показательная иллюстрация того, о чем мы часто не думаем, когда говорим о городской инфраструктуре. Соответственно, здесь представлены результаты исследований, которые делались в Северной Америке, но я уверена, что для российского контекста они совершенно похожи. Низкоплотные расползающиеся города, вот такие американского типа и высокоплотные города, как они отличаются по своей эффективности. Энергопотребление в домохозяйствах в низкоплотных городах, в некомпактных городах, в расползающихся городах в 2-5 раз выше, чем в высокоплотных компактных городах. В транспортном секторе эта цифра до 5 раз, превышение до 5 раз составляет. Потери в сетях на душу до 30% выше в низкоплотных городах. Соответственно, одним из выводов вчерашней нашей сессии было то, что существует огромный потенциал интенсификации городского центра, и, соответственно, это также влечет за собой потенциал эффективности развития городской инфраструктуры. Еще одна тема – это вообще городская форма. Какова наша городская форма, каковы параметры ее плотности, доступности, распределения в пространстве, и как это влияет, скажем, на параметры потребления энергии в жилищном секторе. И здесь нужно помнить о трех вот таких смычках, о трех влияниях. Первое – это то, что городская форма по своей сути создает некий локальный микроклимат, который или способствует энергоэффективности, или, наоборот, не способствует ему. Второе – это выбор видов жилья в городе, и, соответственно, это и размеры, и параметры эффективности, и типы жилья. Об этом мы сегодня уже говорили. Что тоже влияет на конечное потребление энергии. И третье – это параметры передачи и распределения энергоресурсов, и, соответственно, потери. То есть, какова конфигурация города абсолютно напрямую влияет на конфигурацию распределения и передачи энергоресурсов, соответственно, эффективности их потребления. Вот. Очень хочу, чтобы эта картинка осталась у вас в голове, и всегда напоминала о том, как важно, прежде всего, создать правильную городскую форму для этого, компактную, не расползающуюся. Очень интересный, я считаю, график, который основан на исследовании, которые проводили японцы. Значит, плотность города, да, то есть, насколько компактно сосредоточено жилье, жители в городе, и эффективность расходов инвестиций в инфраструктуру. Кривая показывает зависимость от плотности населения, человека на гектар в данном случае, и зависимость, и расходы на содержание и модернизацию систем ЖКХ. Соответственно, чем выше плотность населения, чем более компактный город, тем меньше нам нужно тратить ресурсов на поддержание существующих систем. И вот эта экономическая система достигает своего оптима в некой точке, где публичные расходы уравновешиваются с частными расходами. Соответственно, вот, к сожалению, тоже города часто об этом не задумываются. Но вот такая система есть, тоже хорошо о ней помнить. Сергей Борисович, не знаю, есть ли время говорить про транспортную инфраструктуру. Сегодня мы с ней не очень много говорим. Возможно... Мы говорим об общественной инфраструктуре, транспорт тоже. Если в течение трех минут, то да. Просто в течение трех спикеров, которые не говорили, поэтому... Ну, ничего, это не означает, что мы все покрыли. Постараюсь очень быстро тоже сказать, значит, опять же, параметры городской среды, городской формы фундаментально определяют параметры эффективности вложения в транспортную инфраструктуру и вообще выбора видов транспорта, которые в городе могут эффективно или неэффективно функционировать. Соответственно, конечно, если у нас хорошая среда в городе, то не стоит тратить так много денег на транспортную инфраструктуру, потому что, в принципе, там... Довсюду можно дойти пешком в хороших, успешных городах, таких, как Барселона, о которой мы уже поговорили. Соответственно, чем выше плотность города, чем лучше среда, тем чаще бывает просто... Не нужно использовать личный автомобильный транспорт и даже пользоваться общественными системами общественного транспорта, просто дойти пешком. Соответственно, это тоже определяет параметры эффективности расходов на транспортную инфраструктуру. Далее, это совершенно тоже хрестоматийный график, который показывает, опять же, зависимость использования личного автомобильного транспорта и, соответственно, всех вытекающих необходимых расходов на транспортную инфраструктуру от плотности города. Чем более плотный город, тем меньше нам необходимо использовать личный автомобильный транспорт в этом городе. Но здесь нужно обратить внимание, что не всякая плотность хорошая, не всякая плотность здоровая, то есть если плотность города разнообразна, если она включает различные функции, если у нас близко друг от друга находятся и жилье, и социальные сервисы, и работа, то есть если мы, в принципе, можем достаточно беспрепятственно добраться до всех режимов использования, которые нам нужны в ежедневной жизни, то это здоровая плотность. Любая здоровая плотность должна быть обеспечена очень эффективными системами общественного транспорта. Только в этом случае плотность будет порождать резкое снижение в использовании личного автомобильного транспорта. Ну, в принципе, тот же самый посыл, это плотность и выбор в пользу общественного транспорта. Чем выше плотность, здоровая плотность, тем больше у нас стимулов использовать общественный транспорт. Вот, тоже важная картинка, к сожалению, очень плохо видно, но, значит, здесь посыл такой, что есть некие вехи, некие вот такие точки, при переходе которых в плотности города, то есть какой-то размер, количество жителей на квадратный километр или гектар, при переходе которых становится экономически целесообразным тот или иной вид общественного транспорта. Соответственно, в низкоплотных городах, да, вот таких, как Атланты, которые я показывала, при 20 человек на гектар единственным экономически целесообразным видом транспорта является личный автомобильный. При повышении плотности города становятся последовательно экономически целесообразными другие виды транспорта, общественно-автобусные, троллейбусы, потом монорельс, и, наконец, там, верхом, лучшим пилотажем у нас являются экологические виды транспорта, пешеходный и велосипедный. Соответственно, вот, Барселона, о которой тоже мы поговорили, вот, именно вот в высокоплотных городах, подобных Барселоне, целесообразное использование всех видов общественного транспорта, плюс личный. Вот, опять же, возвращаемся к этой картинке и видим, что красными общественными выделены линии метро, и видим, что в Барселоне в десятки раз длина, общая длина метро превышает общую длину метро в Атланте. В Атланте всего 4% количество поездок совершается на метро, так как в Атланте эта цифра превышает 70%. Тоже очевидна зависимость выбора общественной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры от параметров среды и пространства города. Тоже очень важный слайд, который показывает, что необходимо интегрировать земельную, градостроительную политику и политику транспортного развития. То есть мало просто вложиться в системы общественного транспорта. Необходимо увязать с этими системами нашу градостроительную политику. Соответственно, увеличить плотность, здоровую, разнообразную, многофункциональную, ту, в которой есть и жилье, и работы, и досуг, и другие режимы использования, вокруг транспортных узлов ключевых или вдоль системы общественного транспорта. То есть, например, в Гонконге, там цифры уже не вижу, но цифры огромные. Больше половины населения живет в пределах 500 метров, всего 500 метров от ключевых станций. И то же самое с местами приложения труда. Тоже очень показательная картинка. Хотелось бы знать, какие цифры у нас в России, в российских городах, но, к сожалению, статистики нет. Вот Центр городских исследований, который я представляю сегодня в Сколково, много занимается вопросами развития транспортно-пересадочных узлов в Москве. И я думаю, вы слышали об этой крупной программе. К сожалению, эти узлы рассматриваются как инфраструктурные проекты. То есть надо найти деньги для того, чтобы просто поставить их, и чтобы они функционировали. При этом мы забываем о том, что вокруг этих транспортно-пересадочных узлов существуют прилегающие территории. И вот параметры эффективности этой территории тоже фундаментально, базисно определяют эффективность функционирования этих самих узлов. То есть смысл их ставить, если вокруг них не создавать живую и работающую эффективную городскую среду, и вокруг них селить людей, там же организовывать места приложения труда и их социальный досуг. И в мире наработана лучшая практика по развитию прилегающих территорий, прилегающих к транспортно-пересадочным узлам. То есть буквально определены необходимые параметры среды на расстоянии 300 метров, 500 метров, километра и тому подобное. Вот, соответственно, вчера тоже мы много говорили о том, что такое компактный город и как его создавать. Вот ключевые принципы. Я не буду сегодня на этом останавливаться, потому что это скорее больше обязанности других департаментов, но вот просто для информации. Спасибо большое. Спасибо. Ксения, а как Вы оцениваете влияние 53-го федерального закона, положительное или отрицательное, там, где его применили, на развитие градостроительных политических городов? Напомните, о чём там я. 53-й ФСБ позволил... Как он называется? ...полномочия у администрации городов регулирования практически выделения земельных участков неразграниченной земли, объём которой, конечно, значительно больше, чем... Разграниченный. Ну, здесь, конечно, мы об этом, да, тоже вчера говорили, здесь вообще нужно понимать, для чего нам эти земли нужны, то есть необходимы ли они? Я просто хотел... Одним словом. ...вопросы, получила расширение, что этот закон принёс огромнейший вред. И там, где его не применили, жили, развиваясь, абсолютно нормально, имея сосредоточение рычага влияния на градостроительную политику, в одном элементе, в одном секторе влияния. А когда этот сектор располз, мы за 8 лет вечера этого закона получили крайне отрицательный эффект, абсолютно даже. Поэтому мы должны формировать вокруг этого закона абсолютно негативное мнение для того, чтобы вот законодатель так больше не поступал. К сожалению, продолжает поступать. Ну, это общая тема централизации полномочий, в частности, полномочий, которые объективно являются поселенческими, потому что, конечно, городские земли, это должна быть компетенция поселенческая, а не иных уровней власти. Мне кажется, здесь очевидная и понятная история. У нас есть, буквально, может быть, 30 секунд займу комментарием. У нас есть, собственно, российская история связи градостроительной политики и развития инфраструктуры. Это история Перми. Перми, вообще город, который исторически создавался без центра, это слияние трех промышленных зон. В Перми нету центра, вот такого классического, да. И там долго был губернатор-подвиждик Черкунов, который пытался создать в центре концентрацию жизни, значит, путем реконструкции исторической части, путем квартальной застройки. Там со всеми проблемами, такую маленькую Швейцарию, любимую им построить в Перми. И было показано в рамках исследования, что в центре есть избыток коммунальных услуг по воде, по сети, по воде, по теплу. Там яма такая, то есть сети есть, а потребления нет. И вот политика сводилась к тому, чтобы реконструировать историческую часть, и мастер-план под это дело создавался. Сменилась губернатор, сменилась политика. Потому что, значит, Басаргин быстро заключил контракт с монстром-городостроителем на строительство огромного микрорайона, по существу нового города, с другой стороны Камы. Вот эта мощность, которая в центре была, она так осталась невостребованной. Теперь вкладываем деньги, в том числе и бюджетные, на строительство, тащим сети, значит, в новые территории, строим дороги в новых территориях. А центр города, как был пустыней, так по существу пустыня остается. Это вот роль личности в истории. Спасибо. Мне кажется, очень важно. Коллеги, я предлагаю желающим, может быть, еще по минуте выступить с вашей точкой зрения, с вашим мнением, с вашим комментарием по тематике, которую мы сегодня затрагивали. К сожалению, очень мало времени. Так всегда бывает. Когда интересный разговор, времени всегда мало. Да, я знаю. Ну вот, мы тут, передо мной, наверное, стоял выбор, о чем акцентировать внимание. Следующий у нас город будет, значит, это будет не Хабаров, к сожалению, там мы решили по социалке говорить. А здесь мы решили, что будем больше говорить о энергетике и коммуналке. Да, конечно, конечно. У нас 5-7 минут, еще мы можем пообщаться. У нас есть инвестиции, что она разберетная, развитие энергетики. Сейчас уже бесполезно говорю. Дело в том, что, скажем, мы работали с передним сбережением, коммуналке потребности. Мы работали с Банком Европейской реконструкции развития, они приезжали здесь, спиарились в сфере энергосбережения бюджетной сферы. В частности, значит, на основании аудита больницы ККБ-1 мы нашли спонсора, который готов заключить инвестиционный контракт и выполнить инвестора. Извините, это инвестор, инвестор, инвестор. И, значит, используя ЕБР и его мнение, мы решили поработать с ним по привлечению кредита, потому что он заявил, что готов, да, выделить кредит. Вот так вот мы сидели здесь, в общем-то, совещание было круглое. В итоге получается, что вот эти, значит, банки не заинтересованы в делении, скажем, кредитов менее 100 миллионов рублей. Когда мы с кем уже встречались, нам сказали, что в этом видео, ребята, извините. Все. Теперь обратная сторона медали. Речь идет, вот, скажем, о М-35. Мы, вот, Александр Николаевич Шушов, мы создали уже инфраструктуру, скажем, в развитии сетевого хозяйства полностью там. Значит, не мы, а сетевые компании. Это, в частности, значит, филиал Хабаровской электрической хитии сделал реконструкцию двух подстанций полностью с увеличением мощности. Филиал МС-Востока также увеличил подстанцию головную, значит, строится еще одна подстанция, 125 мА будет завершаться. То есть, сложены значительные деньги финансовые. Вот. Но остался один маленький нюанс. Построить М-35. Име резерв мощности на Т-3. Если 30 гигакалорий, мы должны построить... Да, 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 магистраль, да. Ситуация, казалось бы, да. Есть энергосистема, есть РАОС-Востока, есть для насущая гигантская компания. Но эти фирмы настолько сейчас заградитованы, что не имеют возможности взять кредита. То есть, мы уже неоднократно отмечали Минерго-России и так далее, что, скажем так, реформирование РАОЭ-энергосистемы России не дало тех результатов, к которым стремились. То есть, мы подчеркиваем, что износ возрастает, инвестиций, значит, инвесторов нет, инвестиций не приходят. В данном случае при отсутствии кредитного портфеля, кредиты они взять не могут, подключаем инвестора. И здесь получается так, банки не готовы идти, да, в общем-то, банки не готовы инвестировать, потому что, значит, получается процесс 10-12 лет. Значит, риски имеются, потому что, значит, квадрат кредитов обусловлен, скажем так, за счет платы при присоединении и амортизации. Вот. Различные механизмы также есть здесь, в общем-то, это, скажем, ну, в условиях лизинга, прочее, так и все, ну, может быть. Ну, никто не готов, в общем-то, сейчас вот Александр Николаевич сказал, подошла компания ЛС, она рассматривает риски. Ну, и опять же, необходимо четко видеть, какие компании зайдут, то есть застройщики туда, а застройщики заходят на протяжении нескольких лет, понимаете. То есть, обиды строятся в течение какого-то периода. Вот. И ни один из банков также не извел желания работать на этом рынке. Вот ваша позиция по этому поводу? Мне, уважаемые коллеги, сложно комментировать желание, нежелание других банков работать или не работать в этом. Ну, для того, чтобы мне высказать свою позицию, мне нужно посмотреть не этот проект. Ну, безусловно. Проект еще нет, проект еще нет. Потому что инвесторы, кредиторы, принимая решение о вхождении в тот или иной проект, для себя оценивают достоверность той финансовой модели, которая предлагается инициатором проекта. И, соответственно, подтверждаются, не подтверждаются гипотезы, которые заложены в финансовую модель, и подтверждаются, не подтверждаются предположения о тех прогнозных денежных потоках, которые будут обеспечивать обслуживание долга и возврат кредитов либо инвестиций. Поэтому, вот, для того, чтобы мы с вами квалифицированно говорили о готовности нашего банка входить в проект, значит, давайте мы его посмотрим и, соответственно, составим ладий. 10-12 лет – это абсолютно реальные сроки финансирования, которые реализуются нашим банком. Я могу даже конкуренцию составить, я все-таки веб представляю. Так что я немножко знаю этот проект, считаю, что он вообще самый простой способ реализовать, чтобы инвестор заключил договор о ренде с правом выкупа нокотической компании. Да. Значит, ну, это просто нужно заниматься и делать финансовую модель, и смотреть вообще, насколько проект реализуем. И не через тарифные риски, потому что, я думаю, что это нужно на энергетиках оставлять. Ну, отдельно. Да, пожалуйста. Да, я хочу как раз прокомментировать. Мы действительно, вот этот проект в достаточно высокой степени проработки, у нас уже на сегодняшний день есть и проектная документация, сейчас по земле мы документы добиваем, то есть уже есть начинка, уже стоимость определена достаточно, скажем так, с высокой степенью вероятности, что она такая останется. И загвоздка именно не в том, что там взять кредит или не взять, а загвоздка, за счет чего возвращать эти инвестиции. Тут, скажем так, закона у нас два механизма. Это либо плата за подключение, как уже коллеги отметили. Это действительно рабочий путь, и он бы наверняка здесь был бы самым оптимальным, но есть одно но, наверное, это самое большое но в данном случае, что такие проекты работают, когда есть либо какой-то большой застройщик, либо их там два-три, когда их там 15-20, с ними тяжело работать, к сожалению. Потому что у нас в рамках ДГК есть практика и в Владивостоке, и в Хабаровске мы реализовывали по такой схеме проекты, когда заходит застройщик под комплексную застройку, он понимает, что необходимо ему строить какой-то инфраструктурный объект, при этом он, скажем так, не является его профилем основной деятельности, поэтому ему проще заплатить за подключение, соответственно, мы его строим и подключаем. Но в данном случае, к сожалению, получилось так, что у нас вот в этих двух микрорайонах, которые там перспективно и собираются, там очень много земельных участков и очень много застройщиков. При этом часть участков еще не сформирована до конца, поэтому, скажем так, вот первая задача это совместно с краевыми властями, с городскими властями, это все-таки собрать их и донести, что это, наверное, все-таки оптимальный путь развития, что если мы на долевой основе начнем в виде сбора этой платы этот объект строить, потому что любому инвестору ему действительно надо понимать схему возврата. И схему возврата он в данном случае будет понимать только в том случае, если будут на момент начала реализации этого проекта со всеми вот этими застройщиками заключены договоры о подключении. Потому что там разговоры, соглашения, это документы, которые, скажем так, не гарантируют никаких возвратов. И вторая схема это действительно, потому что мы уже, можно сказать, уперлись в эту плату, мы несколько лет обсуждали здесь на всех уровнях и сегодня пока окончательного решения нет. Это вариант именно с привлечением действительно инвестора, который заходит, инвестирует свой капитал в строительство этой магистрали и возвращает за счет заключения договора аренды, ну это как пример, допустим, с теплоснабжающей организацией, и в течение периода срока действия этой аренды возвращает эти инвестиции. Ну для этого действительно надо, чтобы вот эту арендную плату теплоснабжающей организации включили в тариф на период, потому что инвестиции в размере 3 миллиардов на 3 года, она моя составляющая, мы понимаем, никто не включит. Если мы это размазываем на какой-то срок в виде арендной платы, то действительно это возможный путь. И есть комбинированное решение, когда мы частично строим какой-то участок за счет аренды, а частично собираем плату. Вот три механизма, других, наверное, здесь быть уже не может. Ну я еще раз повторяю нашу готовность в Федеральном центре проекта финансирования тем делом заниматься, поскольку мы уже все равно присутствуем в Хабаровском крае, искать и схемы финансового материала, и схемы источники финансирования. Спасибо. Если нет больше никаких комментариев, ну я хочу... Да. Позвольте вопрос, наверное. Пускай будет последний вопрос. Все задерживаются, не волнуйтесь. Вопрос на Роксении, да. Вы не имеете противоречия между тезисом, который прозвучал в начале пленарного заседания, о важности комфортности проживания среды, удовлетворенности жизни у горожан, с тезисом о высокой энергии, ну и транспортной эффективности вот таких вот переуплотненных человеческих муравейников? Переуплотненных. Я слышу, да, здесь вот не зря я сегодня несколько раз повторяла о том, что плотность бывает разная, вот разная, и здоровая, и нездоровая. И, естественно, восприятие плотности людьми может быть очень разным. И, соответственно, здесь задача, прежде всего, города, вот такую плотность здоровую создавать, и чтобы она была комфортной. То есть, например, грехи. Это же рынок определяет, на самом деле. Это отслеживается просто, за этим нужно следить. Самое дорогое жилье у нас в мире в самом заселенных территориях сейчас. Абсолютно. Вот, ну, соответственно, там и качество, дизайн среды городской, там улицы, архитектура, это зеленые пространства. То есть, город создается так, что даже в высокоплотной среде, вот, городская форма, она просто комфортна, в ней хорошо жить. То есть, там, можно там дойти, там, за пять минут до какого-то маленького парка, там, посидеть где-то. В общем, это, на самом деле, ну, не наука о космосе, скажем так. Ну да, многие мечтают жить на Манхэттене. В Берлине. Хорошо, вот вы японские города приводили в качестве примера. Вы считаете, что это позитивный пример с точки зрения комфорта? Это, конечно, для российских городов это больше такой экстремум. Вот, но те же самые абсолютно выводы, абсолютно одинаковые для Парижа, для Берлина, для Лондона. Это тоже очень высокоплотные города. Кстати, Москва тоже очень высокоплотный город, но там, кстати, плотность больше нездоровая, скажем так. Вот, поэтому Япония здесь совсем, или Гонконг не является вот таким каким-то невиданным для нас, невиданной ситуацией. Абсолютно те же самые выводы для европейских городов, которые очень комфортны для жизни. Я, сколько пять копеек ставлю, все-таки принципиально важно, что это всегда реакция на спрос. Это всегда не чиновничье решение, это всегда общественный договор, как эта среда формируется. То есть вот этот компонент, который у нас сейчас тоже отсутствует. Так, коллеги, правда была в том, что скоро следующее... Нет, скоро все-таки обед, мне кажется, а не следующее заседание. Спасибо всем большое за участие в совещании, в круглом столе.